Воскресенье Чемпионка мира, Европы, России и ее муж Роман Дедушкин Чемпион России очень-очень давно, многократный и Европы, а в данном случае помощник и тренер Спасибо, ребят, вы представились, вас в принципе публика и так знает, но на самом деле вдруг еще найдутся такие, которые не в курсе, кто такая Аня, кто не в курсе, кто такие Роман Скажите, пожалуйста, какая цель вашей была поездки и вообще весеннего сезона этого вами запланирована? И реализована она или еще пока нет? Ну, я думаю, цель реализована или она будет известна только после награждения, ну, по форме вроде да, все нравится Я думаю, мы через час узнаем, реализована она или нет, но все дело с тому, чтобы подвести форму именно к Европе Так как мы понимали, что Аня не выступала очень давно и с первого старта непонятно, скажем, в каких-то кондициях Соответственно, предыдущие старты дали возможность что-то скорректировать и понять в подготовке Насколько давно ты не выступала, Аня? Ну, вот в 2008 году, осенью, я думала, что завершила свою спортивную карьеру Пять с половиной лет? Ну, да, шесть практически, пять с половиной-шесть Понятно Значит, весенний соревновательный сезон начался для вас с чего? С чемпионата Москвы 12 апреля, в день космонавтики, в космосе Вышла кто? Возрожденная звезда, новая звезда Ну... Как ты сама себя числишь? Ну, просто мое возвращение Я скажу Именно началось с Москвы Возрожденная, но другая Уже другая, возрослевшая звезда Другая, но звезда Да Вот, и, в принципе, 12 апреля какая была медаль? Золотая Дальше что у нас было после Москвы? Бронза на России И бронза на Гран-3 Я хотел уточнить На России бронза в абсолютно, я так понимаю, категорию Просто, на самом деле, люди несколько не понимают, что там, где может быть золото Есть разница, когда выступают спортсменки одного роста, скажем так И показывают одну произвольную программу Есть совершенно другая разница, когда они повыше и по форме тоже разница чувствуется Девятого мая ты тоже выступала? Да Девятого мая я, честно говоря, не подводилась никак к турниру Как была, так и была Главный старт, конечно, для меня Европы То есть ты плавно Я так понимаю, уже Романов вопрос Плавно опускались вы, скажем так И готовились к сегодняшнему, вчерашнему, так сказать, первому полуфиналу Сегодня к финалу А девятого мая это просто один из шагов к тому, что происходит именно сейчас Да, здесь скорее была главная цель привыкнуть все-таки к сцене Аня давно не выступала и перед произвольной программой Привыкнуть или вспомнить? Вспомнить, привыкнуть к тем нервным ощущениям, наверное, которые ты испытываешь перед сценой Чтобы совладать с собой психологически Вот это, наверное, главным фактором было выступление на службу России А здесь привыкла уже, нет, ты считаешь, Аня? Ну, вчера мне было психологически сложнее, конечно, очень нервничало, а сегодня полегче Ты знаешь, вчера нервов мы с тобой с Романом вроде больших таких не заметили Мы заметили все-таки небольшие, такие несущественные огрехи Которых сегодня, к счастью, совершенно как бы не случилось Я думаю, что сегодня, когда мы увидим протоколы, посмотрим Это должно быть судейских протоколов, тем более судьи все остались прежние У них отметки стоят, должно быть отражено То есть, сегодня мы ждем через час, через полтора, через два результатов, правильно? Так я полгода понимаю, ребят? Да, конечно Результат получаем, дальше как бы двигаемся, так сказать, на банкет или что? На банкет А дальше? Дальше отдыхать, обязательно очень хочется посмотреть еще на наших девочек Так отдыхать сегодня, это понятно, что отдыхать А дальше, соревновательный сезон закончился на этом? Ну, я думаю, да У меня есть, ну, были сомнения по поводу Олимпии в Праге Ну, пока точно ничего не могу сказать Но у меня основная цель Сделать лучшую форму в космосе В общем, все будет зависеть от сегодняшнего результата Давайте так будем говорить А уже банкет пройдет, и завтра будут свежие мысли и разговор Банкет пройдет, мысли устаканятся Да Устаканятся Да Да, и будет тогда, будет какое-то принято решение Продолжать или завязать на какой-то промежуток времени А сентябрь месяц и Канада Обязательно Это обязательно То есть в Монореаль Монореаль Едем в Монореаль, выступаем Ждет тебя Спасибо, ребята, очень большое вам За то, что выделили минутку в такой сложный промежуток времени И во время прямо сейчас играет там издалека Слышна музыка выступления Людмилы Никитиной Значит, уголок там удалой Там что-то смерть летучая Там все такое Пожелаем и ей удачи С них тоже мы снимем интервью Обязательно по окончании Вам большое спасибо И пожелание удачи в раунде Сравнение в раунде бикини Спасибо Рома, ты тоже не переживай Все будет хорошо Целуйтесь Аминолеу Корр Аминолеу Корр Аминолеу Корр Аминолеу Корр Продолжение следует...